доброго дамы и господа обзор валютного рынка форекс метод опционного анализа перед вами валютная пара евро доллар давайте с вами рассмотрим что у нас происходит и так кто помнит в прошлых обзорах я рекомендовал присмотреться коридору из опционных уровней с экспирации 1 июля опцион call опцион под вот эти самые коридорчики что цена до 1 июля с хорошей высокой долей вероятности будет торговаться внутри этого коридора и соответственно будет отскакивать обозначенного уровня что-то в принципе и происходило на протяжении этой долгой истории но 1 июля данные опционы истекают закрываются их на рынке больше не будет у нас появляются новые ожидания то у нас появились опционы третьего порядка вот они и один из этих опционов уже отрабатывается вот этой истории цена пошла вниз что можем ожидать можем ожидать то что все-таки цена продолжит свое падение неизвестно сегодня будут загонять цена коридор до 1 июля или не будут загонять по крайней мере вчера была очень интересная картина я вчера отрабатывал покупки по еврику потому что у нас один из признаков был вливание вернее были не один а несколько признаков вливание крупного игрока на покупки и вот обратите внимание на этот уровень состоящего который я ранее обозначал это уровень с экспирации 1 июля тот самый коридорный уровень и максимальный объем прошлого того дня вот он очень хорошо совпадает с тем самым опционом под и в целом здесь складывалась ситуация по всем признакам что цена пойдет вверх вот она хорошо сходила на этом удалось заработать на сегодня уже вот этот максимальный объем мы видим пробели это на самом деле не очень хороший признак того что цена может пойти дальше вверх она может и развернуться вниз чему кстати есть предпосылки так как у нас все-таки видим что по границам рынка идет давление на рынок и цена нарисовав разворотный паттерн направляется все же вниз идут вот такие у нас нисходящие коридорчики но опять-таки стоит обратить внимание на что что у нас по сути вот эти опционные уровни третьего порядка и недельный опцион с экспирацией 24 июля являются на данный момент можно сказать пограничными ниже имеется уровень но он опять таки экспирируется на суд 1 2 2 июля он экспирируется так как 3 июля нерабочий день в америке и биржи будут закрыты у них там день независимости будут праздновать а до следующих уровней очень уж большое расстояние в 500 пунктов и в 700 пунктов при нынешней волатильности расстояние достаточно большими поэтому данные уровни уровне 3 порядка и с экспирацией 24 июля можно рассматривать как область пограниченные и при формировании здесь разворотного паттерна нужно будет искать покупочки покупки опять-таки смотрим максимальная цель это у нас вот новые ожидания появились с экспирацией 15 июля недельный опцион за пределами верхней границы рынка вот на этот уровень 1 14 16 здесь уже искать выход из покупок если цена успеет к этому времени туда добраться здесь присмотреться к продажам поэтому подытожим основной сценарий который я сейчас ожидаю это все-таки падение на который если здесь формируется разворотный паттерн в этих областях то буду покупать и смотреть максимальную цель на уровне 1 14 16 здесь также уже выходить из полностью из из всех покупок и смотреть развороты при формировании соответственно разворотного паттерна такие вот ожидания по евро доллару далее у нас идет британский фонт ну по нему по сути ничего интересного сейчас не наблюдается у нас происходило снижение верхней границы рынка создавая модель давление на далее подтягивалась нижняя граница рынка создавая модель поддержки но затем нижней границы рынка упала далеко вниз как мы видим открывая по сути дорогу для дальнейшего падения при этом верхней границы рынка расширилась но это и сейчас значение особо не имеют она во первых расширилась ушла обратно на тот же уровень и где было во вторых отработал все вот этот паттерн то может так сказать эта модель давление на рынок оказала рынок пошел вниз дальше перестроилась на прежний уровень то есть скорее всего с этого уровня просто ушли уже деньги отработали цене не дали уйти дальше вверх и затарились фьючерсами захеджировали их опционами опционы и стекли экспирировались поэтому максимальный объем денег с этого уровня ушел и граница рынка переместилась обратно а цена продолжает падать поэтому пока ничего тут интересного нет каких-то новых уровней нет ожидания нет единственное нас ожидания имеются очень далекие это опционы они экспирируются нас четвертого декабря и 8 января 21 года находящиеся за пределами нижней границы рынка поэтому если цена будет падать туда весь при такой же картине то есть ничего появляться интересного не будет то это пока единственное ожидание где можно искать будет покупочки у меня сейчас ведется такая интродейная торговля вот открытая продажа уже перенести на безвыдок тут до профита недалеко то есть работа суть по сути вот по этим зонам вероятности рассчитываются дневной диапазон который показывает что цена допустим сегодня вот в этих областях в этих областях будет торговаться 95 процентов времени поэтому существует повышенная доля вероятности того что когда цена заходит в эти области то она имеет право так сказать мы имеем право думать что она может из этих зон выталкиваться и где можно искать сделки соответственно на покупке или на продаже например зашли сюда смотрим на покупочки покупочки особо не сработали но так как сделки про дайны то без убыток перенестись может зашли закрылись 95 процентной области значит можем смотреть покупки вот здесь закрылись опять 95 процентной зоне можно смотреть покупки здесь закрылись ниже найти увеличу масштабе здесь вышли за пределы 95 процентной зоны это сигнал на дальнейшее снижение пар пока по таким вот сигнальчиком можно торговать британский фонд далее австралийский доллар да но и кстати такие вот шаблончики по евро доллару можно получить бесплатно с еженедельным обновлением в группе telegram ссылочка внизу под этим видео я уже подписаться на ежедневное получение таких шаблончиков такой вот расстановки опционных уровней а эту ссылочку уже можно будет найти в группе telegram и так австралиец у нас идет вниз оттолкнувшись в текущем опционном контракте от верхней границы рынка создав разворотную модель идет вниз я так и не спеша в таком когда в широком флете у нас торгуются поэтому пока никаких особо рекомендаций по нему нет ожиданий достаточно все очень далеко только ориентироваться на дневные диапазоны соответственно из верхних продаем при закрытии рынка выше естественно покупая смотрим на покупки ну и в таких вот неопределенностях вроде как и внутри области и рядышком с ее пограничным значением лучше ничего не предпринимать как видим пока вот такие настроения по австралийскому доллару поэтому его можно из торговли временно вычеркнуть и ждать более ясных подходящих сигналов канадский доллар давайте с вами рассмотрим по канадскому доллару в текущем контракте у нас произошло хорошее отбитие то есть нижняя граница рынка сыграла роль поддержки то есть перестроить до создав модель проторговала рак упала то есть под рынок создав уровень поддержки модель как минимум не пускание цены дальше и да то есть модель сдерживания как максимум модель роста что к чему нас и привело идет дальнейший рост пары юзды кадр и появились ожидания эти посмотрим ожидания у нас появились с экспирации опционы 8 июля уровень 2 порядка тоже на исходе у нас скоро закончится и там старенький уровень у нас экспират 7 августа поэтому вполне можем ожидать что у нас канадский доллар таки дорастет до этих уровней и здесь же можно будет искать разворотный паттерн на среднесрочную торговлю с целями уже определяться будем следующем опционном контракте то есть понедельник пока что же можно искать покупки новые смотрю по формированию графика что мы все-таки такая фигурка у нас идет что все-таки перед тем как пойти вверх могут сделать ложный пробой пробить эту ровную часть и затем уже выстрелить дальше то есть собрать ликвидность видим что здесь идет какое-то накопление накопление у нас происходит поэтому для дальнейшего роста могут собрать ликвидность по выносив естественно покупатели кто открывался где-то на этих уровнях стоп лосики у них будут стоять где-то вот здесь вот здесь вот стоп лосы вот здесь да то есть видим отчетливые уровни где можно поставить стоп лосы соответственно может произойти резкий выброс цены вниз допустим на часовом таймфрейме свечка вниз и затем дальнейший уже рост поэтому можно смотреть покупки из нижней области 95 процентов такое у меня пока что имеется видение на данный момент по канадцу далее швейцарский франк он у нас находится в нестандартном положении относительно рынка то есть он за открылся за пределами нижней границы рынка это модель ожидания роста но и верхняя граница рынка у нас соответственно находится не очень далеко поэтому такая модель как бы коррекцию я бы ее назвал коррекции модель то есть все-таки рост но ограниченный с основными ожиданиями на продажу это я и рассказываю про средний срок такие расстояния конечно для интро да и очень даже заманчивая вот но в средний срок модель коррекции и дальнейшего падения вниз может быть даже это уже не средний срок а такой более ближе долгосрочной торговли что мы тут видим мы видим что у нас прекрасно отработались вот эти опционы по сути это были предпоследние опционы и пограничные опцию достаточно далеко отстоял от рынка но тем не менее в пределах видим досягаемости в пределах области 95 процентов поэтому можно было соответственно искать покупки когда цена добиралась до этих областей когда нарисовал разворотный паттерн можно было искать покупочки но особо далеко цена не ушла этим долгое время флотовала затем вновь протестировала данную область вновь ее выперли отсюда пытается возвращаться уже более скромно и вновь ее и агрессивно выталкивают также нас появляются свежие ожидания что цена до 4 декабря может дойти до этого уровня и пройти вниз есть такой момент но и сегодня появился недельный опцион с экспирацией 17 июля одну как-то немало пока что верится что цена сможет сейчас успеть дай до этого срока дойти на этот уровень и отыграть обратно верно хотя рынок есть рынок кто его знает тем не менее не упускаем из виду на текущий момент вот эти два опциона сейчас они наиболее свежие наиболее актуально и также если цена будет добираться до нижней границы рынка то она вполне может добраться и до верхней границы рынка и здесь вот уже будем смотреть вот эту область то есть искать здесь продажи если будут формироваться разворотник но и не забывать про эту область тем более она у нас на текущий момент по сути будет являться пограничной или либо предпоследний так имеются еще накопление опционных уровней на 98 99 фигуре надо них пока что очень далеко наиболее ближайшие реальные перспективы это все-таки вот эти диапазончики так как вот видим что вот эти опционы у нас скоро уже экспирируется поэтому хорошие места для поиска продаж я лично стою но вот у меня уровень покупки имеются тоже перенесем же без убыточек но профит пока выставил на этот уровень потому что думается мне что цене не дадутся размаха пролететь и готова быть так как видим здесь вот маленькие интересные длинного такие выбросы тени свечей такое как правило сразу с размаха не проторговаться то есть будет некий коррект осик вот из этих областей или вот из этой области вот эти некий коррект осик возможно сюда припадем здесь будем колбасить и только после этого поэтому чтобы не ждать свопа не копить зафиксируюсь если коррект осик будет то это время пережду спокойненько посмотрю будет ли здесь формироваться уже вновь сигнальчики на покупку и вновь можно будет открыться таким вот образом далее японская японская она у нас ранжуют долгое время ранжевала а такими вроде как даст импульс ранжует даст импульс ранжует но похоже что мы сейчас выбрались из вот этих вот проторговали да вот эту область можем направляться к верхней границе рынка есть такая вероятность тем более что у нас появились что ожидание обратите внимание появились опцион колл 7 августа и опцион тут тоже секс пират 7 августа ну картина как по евро доллару с коридорами с 1 июля то есть точно так же когда цена уходит за пределы верхней границы рынка до опциончик а кол здесь будем смотреть продажи но если будет падать сюда то есть здесь уже будет смотреть покупки но ближайший реальный вариант который можно рассмотреть это естественно статьи продажи цена у нас и лихо отработала уровень недели из 26 июня кто-то здесь каргулил цена сначала выставил опциончик с экспирации 19 июня не дождался видимо да не 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 просчитал далее опцион экспирируется выставляет опцион с экспирации 26 июня коротенькие дешевенькие опциончики здесь очень хорошо четко затаривается и отрабатывает свой уровень просто на отлично и у вас есть такая же возможность благодаря нашему индикатору опционных уровней следить за крупными деньгами крупных ребят а на этом все всем успехов попутного тренда ссылочка на группу telegram в описании под этим видео в этой группе telegram я выкладываю обзорчики по мере того как появляются какие-то важные опционные уровни поэтому переходите доступ свободный ни к чему вас не обязывает всем успехов попутного тренда пока